Если бы у нас было тяжелое оружие, артиллерия, тяжелые танки, мы бы произвели деоккупацию Мариуполя, заявил Данилов в последнем интервью. Блин, как же жаль, что у Украины не выросли на яблонях 155-мм снаряды, а на сливах Сау-Богдана и танки. Государственный чиновник, который был ответственным за то, чтобы у нас было тяжелое оружие, артиллерия, тяжелые танки, но которых нет, корчит из себя не пойми кого, заодно рассказывает, что они четко готовились ко вторжению. Он даже черным костюмом сигналы подавал. Так готовились, что после прихода шутников остановили испытания Сау-Богдана, начало производства 155-мм и даже 152-мм снарядов ракет. Единственное решение, которое они приняли, это в 20-м, перенесли на 24-й сроки госпрограмм, утвержденные попередниками еще в 16-17-м году. Эти программы уже давали результаты, но потом они сделали нас вместе, и лето красное пропело, а глядеться не успели, как пришла зима. Наступил 22-й год, Россия поперла вперед, снарядов нет, и эти деятели такие, ну ёпта, не ж могли, но готовились, пробабали. Надо понять и простить. Простите? Короче, зеленые слуги четко отдают себе отчет, что вот это пробабали, языком уголовных дел, 12-15 лет тюрьмы за халатность. Поэтому эта ОПГ решила пойти на введение следствия в заблуждение. Переводить ответственность на Порошенко, точно как по Иловайску, когда организовали и планировали преступления в кабинете губернатора Коломойского. Точно как с делом вагнеровцев, когда они все, от Арестовича и Буданова до Ермака и Зеленского, сначала рассказывали, что никакой операции не было, потом, что была, но не наша, а потом сказали, что операция была и она наша, но слили Бурба и Порошенко. Наконец, нашли виноватого. Так это Порошенко виноват в том, что броники не закупали и занимались распилом на дорогах. Так это Порошенко назначил тарана министром обороны, а тот не закупал снаряды и все остальное. Так это Порошенко помог пройти оккупантам через Чангар 24 февраля. И часовню тоже Порошенко развалил. Продолжить? Просто интересно, а про Бабали это тоже он? И если череда решений стала одной из причин, то какие остальные? Поиск виновных и попытка обслуги снять с себя ответственность начали утомлять. Есть ощущение, что обслуга хочет спровоцировать раскол в обществе и протестные действия, но это точно в интересах Кремля. Так на кого же в действительности работает эта обслуга? А еще решили выбрать медийную стратегию. Вместо того, чтобы отвечать на вопрос о провале подготовки к обороне за три года своей каденции, смещать акценты на то, как героический Владимир Саныч борется сейчас. Здесь Зеленский жестоко раскритиковал Запад. Там героически обвинил ЕС в недальновидности. А еще набросился на сильных мира Сего, которые заигрывали с Россией. И весь этот цыганский гипноз должен перегрузить заурядному обывателю каналы восприятия информации и заставить забыть, что именно Володю избрали быть сильным. Именно Володя и заигрывал с Россией. А в 19-м году пришел на идеях, что война не остановится, потому что выгодно Порошенке. И убеждал, что удастся остановить, если договориться посередине. И даже для этого убил Журавля, слил захват вагнеровцев, соглашался на формулу Штанмайера, которого сейчас копает ногой. Но потом вся эта политика, вся эта дурь, которую он проповедовал, привела к провалу. И Вова стал голым королем. Вот и какая разница, вот и бес в ребро. Но наглости этой стаи не занимать. Вместо признать ошибки и хотя бы очиститься от предателей в команде, сцени на в глаза. На самом деле они перепишут историю. Азовцы, эвакуированные в плен орков, скоро поползут туда сами, прямо как журавель. И эта ложь разложит общество, как эта нечисть уже разложила его в 19-м году. Это приведет к новым потерям. Дальше подъехали феерические признания. Мы считали, что с территории Беларуси не будет такого нападения, которое, к сожалению, произошло. Более того, за два дня до войны наш министр обороны общался с министром обороны Беларуси. И они уверяли, что ни в коем случае этого не будет. Этот свирепый трэш шокирует неадекватностью персонажей, которые названивают врагу поинтересоваться о его намерениях, а потом надеются на наше понимание. Первое. В январе директор ЦРУ Уильям Бернс тайно приезжает в Киев и лично предупреждает Зеленского о нападении. В том числе удар из Беларуси. Разведка США – это не наш балаган. Это спутники, агентура, самолеты ДРЛО, суперкомпьютеры и аналитические подразделения, способные делать выводы из полученной информации. Под выводами разведок США и Британии подписались своим политическим авторитетом Байден и Джонсон. В то же время у Зеленского нам говорят. Разведке союзников не поверили. Поверили министру обороны Беларуси. Как назвать этот диагноз? Второе. Чтобы не звонить врагам, в государствах есть разведки. Зеленский разведку разрушил. СВР следило за его политическими оппонентами, а военную он разогнал. Помните показания разведчиков Семенюка, Червинского и Бурбы? После слива вагнеровцев, Зеленский выбросил из разведки всех профессионалов, способных проводить операции на территории врага. Этих людей выгнали на мороз, лишили охраны и начали травить собаками, если не откажутся свидетельствовать перед ВСК безглуздуи. Зеленский заменил их героическим спецназовцем, жившим в одном доме с ФСБшником. Нашу агентуру, работавшую на территории РФ и Беларуси, подставил. И поэтому разведка ослепла. Поэтому на картах Буданова куча стрелочек в разные стороны, но отсутствует стрелочка на Бучу и Гастомель. Поэтому Зеленые звонили врагам и спрашивали о его намерениях. Враги их заверили. «Вся прекрасно! Сидите тихо! Ждите!» Третье. Бульбафюрер не скрывал, что он открытый враг. «Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится ну максимум 3-4 дня. И как только чуть-чуть запахло, Володя Зеленский сразу труснул. Соловьев. А если они начнут войну против Донбасса, как себя поведет белорусская армия? Точно так, как русская. Мы здесь что, шутки шутим на южной границе сегодня? И этому негодяю у Зеленского звонят». КОЗАЦКА ПИСНЯ КОЗАЦКА ПИСНЯ РОЗПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА